Всем привет, дорогие друзья! Привет с первого места Российской Премьер Лиги! Только что Локомотив обыграл Ростов и вышел на первое место, потому что чуть ранее свои очки потеряли Динамо и Зенит. Обе команды на самом деле смотрелись плохо. Динамо по делу проиграл Краснодару, Зенит смотрелся хуже, чем Спартак, с которым играл дома. И Локомотив, который одержал шестую победу подряд и четвертую в Российской Премьер Лиге, спокойно с 15 очками единолично закрепился на первой строчке. И дальше у нас матч с Краснодаром, после которого будет перерыв и можно будет немножко выдохнуть. Ну, перед Краснодаром еще будет Химки в Кубке России. И учитывая, что и в Кубке России у нас две победы в двух матчах, в общем-то можно выпускать второй состав и спокойно готовиться именно к игре с Краснодаром. Но это будет через неделю, об этом мы тоже с вами немножко поговорим, но пока матч с Ростовом. Локомотив нашел свой состав, об этом говорил я в прошлых роликах, мне это очень нравится. Говорил я о том, что возможно уже на Ростов выйдет у нас со стартовых минут именно Найр Текнезян, который забил победный гол в ворота ЦСКА, что Пеняев не очень хорошо проводит свои матчи, не подходит ему позиция вот этого левого вингера, на мой взгляд абсолютно вообще не подходит. И, ну, то, что Текнезян займет место Пеняева, было вопросом времени. Вопрос только в том, сразу на Ростов, учитывая, что соперник сложный, соперник важный, и мы победой в этом матче могли выходить на первое место. Вполне мог Галактенов по старинке, да, победный состав не меняют. Более-менее с Пеняевым как-то у нас получается, как-то играем, а все перестановки уже после паузы на сборной сделаем. Но нет, Галактенов решил, что Пеняев сейчас в плохой форме, Пеняев не дает необходимой опасности, не дает необходимой батнорности, ну и, собственно, заменил его на Найра Текнезяна. И могу сказать, что решение-то было очень даже хорошим. Найр свои, там, сколько он минут отыграл, он отыграл очень и очень прилично, забил гол, собственно, победный, как в итоге оказалось на 96-й минуте. Ну и, кроме этого, очень часто по своей левой бровке взрывал пространство, делал передачи в центр на Воробьева, даже был забит гол один, но, к сожалению, не засчитан из офсайдов. Офсайдов было очень много, и Ростов этой тактикой искусственного офсайда пользовался хорошо. У нас не получалось выскакивать за спины игрокам Ростова на постоянной основе, но, тем не менее, вы не можете полагаться только на искусственный офсайд, поэтому Локомотив взял и забил свои три гола примерно как раз одним и тем же способом, давая передачи за спиной защитникам. Но об этом мы тоже отдельно поговорим. Все остальное, все остальное у Локомотива не меняется. Немси, Морозов, центр обороны, Нинахов, Сильянов по краям в четверке. В этом матче и Текнезян, и Самошников опускались вниз, то Текнезян, то Самошников в пятом. В концовке матча мы вообще перешли на три центральных защитника, уже полноценных. В общем, как обычно, гибридная схема у Локомотива. То два центральных, то три центральных, то в середине у нас два центральных полузащитника, 4 там 2-3-1, то 3-4-3-3, то 5-3-2 играем. В общем, уследить за схемами Локомотива становится все сложнее, и меня это очень радует. Я люблю такое смотреть, люблю, когда Локомотив вариативен и не упирается в какие-то отдельные схемы. И, собственно, например, берем Самошникова, начинает правым вингером, заканчивает левым защитником. Берем Ракова, выходит вместо Текнезяна на левый край, потом переходит направо. Все взаимозаменяемо, все абсолютно классно работает. Игроки прекрасно понимают, куда они двигаются, куда они выходят, и что им на этой позиции делать. Мне это крайне нравится. Ну и, собственно, еще больше мне нравятся результаты матча Локомотива, поэтому, возможно, если бы мы не добывали очков, то вся эта катавасия, когда игроки выходят на разные позиции, была бы скорее минусом. Да, игроки выходят, не понимают, что им делать, пропускают голы, и из-за этого мы теряем очки. Да, но когда Локомотив выигрывает, и ты видишь то, что действительно игроки играют себе в кайф. То, что происходит на поле, не мучение. Бывало, что Локомотив мучается на поле в предыдущих сезонах неоднократно, но то, что сейчас происходит, это однозначно игра в кайф от футболистов Локомотива, и они действительно получают удовольствие. Ростов это, наверное, самый интересный соперник для Локомотива в том плане, что Ростов это очень тренерская команда, которая играет со строго определенным стилем. Это стиль высокая линия обороны, это стиль вратаря, который должен хорошо играть ногами, это стиль постоянного прессинга, очень активная физическая работа проводится игроками Ростова. Там всегда тот же Глебов по 13 километров бегает, у них всегда лидеры по спринтам, по всякой такой беговой работе. И для Локомотива, с одной стороны, это тяжело, потому что, когда, вот мы видели неделю назад, когда ЦСКА классно прессинговал нас, у нас не получалось выходить в атаку. Ну вот, все, вот одна-две передачи, и мяч оказывался у ЦСКА. Мы с прессингом, ну, пока не особо хорошо умеем работать, когда этот прессинг хороший и физически активный у соперника. С другой стороны, наша команда очень бегущая, и поэтому, когда мы играем против высокой линии обороны, мы можем доставить мяч за спины игрокам, и в эти самые пустоты будут врываться наши футболисты. Собственно, в этом матче такое мы видели неоднократно, но это было как раз вот офсайдами очень сильно нивелировано. Если бы не офсайды, то, да, там иногда были большие офсайды, действительно большие, да, там Тикнезян в моменте с голом Воробьева, там, ну, метра два, наверное. Но бывали офсайды буквально по наклону корпуса, что чуть-чуть раньше стартовал наш игрок, там, Дима Воробьев, например, и из-за этого судья поднимал флажок офсайда. Поэтому и очень интересно, да, вот когда встречаются две таких модели игры, кто кого переборет. Прессинг Ростова будет более эффективен, прессинг, перехваты и загрузки мяча на втором этаже для, там, Камличенко, для Галенкова. Или же быстрые, юркие игроки Локомотива, которые будут доставать, доставлять мячи за спины защитникам и уже реализовывать эти моменты. Оказалось то, что сильнее в этом компоненте Локомотив. Забили довольно быстро. Алексей Батраков перехватил передачу Ланговича, сместился в центр. Осипенко куда-то семенил-семенил назад. И Алексей Батраков взял и пробил в нижний угол абсолютно спокойно. И Адаевский, возможно, имел какие-то шансы на то, чтобы спасти. Все-таки удар был из-за пределов штрафной, но до мяча не дотянулся. Алексей Батраков забивает свой очередной гол и чуть позже отдаст еще углевую передачу. И у него 3 плюс 5 в шести турах российской премьер-лиги. Это, ну, чумовые показатели. 3 плюс 5. 8 баллов в графе результативности имеет только Максим Глушунков, тот самый преснопамятный, который в Зените сейчас с переломом руки отдыхает и набирается сил. Батраков 19 лет. Для него этот сезон по большому счету дебютный. Да, там 2024 год в принципе дебютный. Но этот сезон, да, там были какие-то огрызки матчей в концовке прошлого. Сейчас уже мы видим то, что без Батракова локомотив представить очень и очень сложно. Классный удар. Классный затем заброс на Самошникова, который сместился с фланга как раз за спину Максиму Осипенко. И все, и по сути игра сделана. Между этими, к сожалению, был еще момент, когда Лангович исправился за свою ошибку и загрузил за спину Евгению Морозову и Александру Сильянову. С такими моментами нам нужно работать. Здесь чистейшее просто недопонимание наших защитников. Сильянов немножко оттянулся вглубь и создал буфер для Роналду, который бежал за спину Морозову. Морозов шел как раз вперед, чтобы делать офсайт. И в итоге Роналду выбежал один на один с Лантратовым. Ну и Лантратов тоже, мягко говоря, этот матч провел не лучшим образом. 100% должен был выходить на Роналду, забирать этот мяч в руки или просто сокращать угол обстрела. Ну а в итоге остался на ленточке. Более того, да, он пошел вперед, потом пошел назад. А вратарь, который пятится назад, он уже не имеет возможности оттолкнуться, прыгнуть и как-то среагировать. Это, ну вот, между тремя человеками, между Морозовым, Сильяновым и Лантратовым, этот гол, вину за этот гол можно разделить абсолютно в равной степени. Но, опять же, ну забили и забили. По большому счету, как и в матче с ЦСКА, у Ростова не было моментов в первом тайме. Было определенное давление, его не могло не быть. Ростов больше контролировал мяч, Ростов чаще ходил на нашу половину поля, но все, чего добивался Ростов, это какие-то навесы, с которыми наши игроки, в принципе, справлялись. Во втором тайме было хуже, но второй тайм начался с того, что мы разыграли чумовую комбинацию с центра поля. Я, не знаю, мне кажется, я никогда не видел такого от локомотива, чтобы комбинация с центра поля была настолько классной, продуманной, и все сделали то, что они и хотели. Батраков на Баринова, Баринов подождал рывок Воробьева, Воробьев внырнул за спину опять тому же Осипенко, сделал передачу на Тикнезьян, а Тикнезьян в пустые ворота закатил мяч. Я обожаю такое, много раз вам говорил, что когда я вижу наработки комбинационные, которые переносятся с тренировок на игру, я восхищаюсь этим. Да, перехват от передачи Ланговича и удар там дальний от Батракова это классно, прекрасно. Да, там загрузка от Батракова на Самошникова, и тот каким-то чудом себе мяч подработал, явно хотел назад скинуть, но в итоге попал в свою ногу и с левой ноги пробил в дальний угол, попал. Тоже классно, классные индивидуальные действия, но ты не поставишь это на поток. В следующий раз Самошников или не примет мяч, или пробьет мимо, или передача у Батракова не залетит за спину защитнику. Да, это все, ну вот как-то такие вот индивидуальные моменты, случайности. В футболе очень много случайностей, и очень рад, что они сработали за нас. Но вот комбинационные голы, они будут проходить. И в этом матче у нас было много именно комбинационных идей, которые позволяли доставлять мячи за спины Осипенко, Соко, Ланговичу, Вахании. И благодаря этому мы оказывались в опасных позициях, в опасных и в непосредственной близости от ворот Адаевского. Да, непосредственно моментов до поры до времени, до выпуска Тимофеева, было не так много. То, что было, было хорошо. К сожалению, после того, как мы забили этот третий гол, получился, наверное, такой, ну, практически получасовой отрезок, в котором Локомотив стал играть плохо. В первую очередь это, конечно, связано с усталостью Карпукаса. И выходило недавно видео от первого лица Кирилла Жинкина с GoPro. И на этом видео можно посмотреть, там есть фрагмент, где Кирилл Жинкин общается с Карпукасом и спрашивает, ну, как ты, как ты, Артем? А это перед, разминка перед матчем. И Артем говорит, что плохо. То есть физическая форма Карпукаса даже перед началом матча, она, ну, он не чувствует свежести, он не чувствует какой-то вот такой вот хорошей своей формы, хорошей физической, в которой он может летать по полю, все перехватывать и создавать для партнеров. Как самочувствие? Все, опять плохое? Должно быть хорошим. Ну, собственно, в матче с Ростовом не легче было для Карпукаса, потому что Ростов вообще очень много заставляет бегать. И Карпукас вот где-то минуты с 50, ну, наверное, вообще с начала второго тайма, но вот на 55-й минуте это стало просто заметно, то, что Карпукас какой-то не такой. На 65-й это прям сильно заметно было. Ну, и что-то долго Галактионов тянул с заменой Карпукаса, и в этот момент Ростов начал создавать момент, один момент за другим, потому что Ростов контролировал мяч. А все, что мы могли делать, это пытаться забросить на Воробьева, который должен был один в один обыгрывать Соко или Соко-Сосипенко. У него это не получалось. Да, пытались мы забрашивать. Опять же, идея была, и идея вполне могла привести к тому, что Воробьев там где-то прокинул бы себе мяч, выбежал и забил. Но она не сработала. Взамен мы получали то, что мы постоянно теряли мячи. Да, то есть этот заброс на Воробьева, Воробьев за мяч не зацепился, все, мяч снова у Ростова, пошла атака на ворот Лантратова. И в этот момент были созданы, наверное, самые опасные моменты у наших ворот, и в том числе момент с подозрением на пенальти у Немси. А у кого еще? Жорезвиной Немси неаккуратно действует в нашей штрафной. Но, на мой взгляд, наверное, это из трех моментов в этом чемпионате. Это наименее похожий на пенальти. Вполне солидарен с той трактовкой, которую затем высказал Москалев, судя по словам Карпина, по-моему, что Осипенко наносил удар, и это Осипенко своей ногой, по сути, ударил Жорезвино Немси. То есть у Жорезвино Немси нога стояла, и Осипенко бил и попал по ноге Немси. Собственно, ну, похоже на правду. Важный, важный элемент того, почему мне кажется, что так оно и было, это то, что во втором тайме был очень похожий момент, где уже Осипенко бил похожим образом по ноге Батракова. Да, там тоже Батраков успел проткнуть мяч, и после этого прошла нога Осипенко в ногу Батракова, и тоже Москалев не свистнул, да. Всегда говорят о том, что важно, чтобы судья был в одинаковых моментах, принимал одинаковые решения. Вот я не очень люблю Москалеву как судью, но в этом матче действительно была последовательность. В одинаковых эпизодах принимались одинаковые решения, и, ну, собственно, меня это устраивает, устраивает. Но, между тем, безусловно, Жорзеной Немси нужно аккуратнее действовать своей штрафной, и когда-нибудь нам пенальти поставят. Потому что все это, конечно, пограничные моменты на усмотрение суди, и если бы в этом моменте поставили пенальти, никто бы не удивился. Точно так же, как никто бы не удивился, и там в предыдущих моментах, когда Немси неаккуратно своей культяпкой бил по игрокам соперника. Акрон и Махачкала, да, эти матчи. Так что, ну, при этом все равно отдаем должное Немси. Матчи проводят великолепные. Ноль вообще вопросов, ноль претензий. Снова мог сегодня забить. Навес был от Вадима Ракова шикарный. Никто Немси не мешал. Выпрыгнул, пробил головой, и, ну, не попал в створ. Ну, как так? Столько вообще моментов было для того, чтобы заканчивать эту игру. И Вадик Раков, который выбегал один на один, который выбегал два в одного с Батраковым и делал кривые передачи, кривые удары по воротам. Конечно, Вадик Раков это не Батраков. Батраков это человек, который, ну, вот, с менталкой взрослого парня. Он выходит, и ощущение, что он уже играет в эту игру миллион лет. И не только голы, и не только голевые передачи, но и стыки единоборства, и просто передачи, как он проталкивает мяч и дает нашим партнерам возможность для того, чтобы в численном преимуществе выйти на чужую половину поля. Это все блестяще и очень стабильно. Но есть и другие ребята, молодые, и они будут играть нестабильно. Они будут иногда делать какие-то шедевры, как Раков в матче с Оренбургом, а иногда у них просто в простейшей ситуации они не смогут мяч покатить на дальнюю штангу. Ну, тоже бывает. Ну, ничего с этим не поделаешь. Но при этом Вадик Раков очень сильно дисциплинированный парень. Он везде отрабатывает. И, ну, вот в сегодняшнем матче Галуктенов потом на пресс-конференции говорил о том, что я думал, что в этой игре я выпущу Пеняева, и это было бы логично, потому что Пеняев как раз убегать за спину защитником, не попадать в офсайды, но при этом все равно иметь преимущество в скорости, это вот как раз для него игра. Но Галуктенов говорит то, что я смотрел эту игру, я понимал то, что нам нужен другой футболист. Этим футболистом является Вадим Раков, потому что Раков, видимо, лучше и дисциплинированнее, чем Пеняев, отрабатывает в обороне. Ну, и момент у него все равно есть. И я думаю, что, ну, во-первых, Раков точно нужно поддержать после этой игры, не играть в любимую игру болельщиков Локомотива, давайте загнобим худшего в очередном победном матче, похвалить Ракова, поддержать его, и это наше громадное усиление на будущее, потому что, ну, это все к вопросу про те же самые точки роста. Где точки роста Локомотива? Вот одна точка роста на Эрте Князиан, она уже сыграла, и это позволило нам вытащить два топ-матча, не Текнязиан и топ-матча, ЦСКА и Ростов. Благодаря голам Текнязиана, благодаря его активности, благодаря его хорошей игре, мы добыли по три очка с ЦСКА и Ростовом. Где-то Текнязиан не сыграет, да, то есть, ну, закроют его, и, ну, просто будет, не пойдет игра у Наира. У нас все равно есть точки роста, и одна из этих точек роста это Вадим Раков, который, скорее всего, ну, может быть, уже в этом году, но, вероятно, в следующем году, будет очень важной фигурой в построениях Локомотива, и видно, что, ну, с каждым матчем он будет обретать и обретать все больше и больше кондиций, больше и больше уверенности в себе, а в футбол он играть умеет, он понимает, как это делается. Так что ждем, и Вадика я верю, ну, не меньше, чем в Лешу Батракова, просто Леша Батраков уже себя показал во всей красе. Вадику это только предстоит, хотя и Раков сейчас один из трех лучших бомбардиров Локомотива, грех жаловаться. Дальше у Локомотива Химки, и я думаю, что это как раз тоже игра, в которой Вадику предстоит поиграть довольно много, кубок это вообще, судя по всему, его соревнования, в двух предыдущих матчах он забивал победные голы, но, конечно, на Химке нужно выпускать второй состав, максимально второй, дать отдохнуть всем, кому только можно отдохнуть. Чувствуется, что команда подустала, и эмоциональная усталость присутствует, и физическая усталость присутствует, и надо разгрузить вообще неважный результат матча с Химками, пофигу вообще, что там случится, мы уже набрали шесть очков, и это, ну, нам осталось прям 3-4 очка для того, чтобы прям гарантировать себе даже математический выход с одного из первых двух мест. Определенно мы их наберем. Если победим в этой игре с Химками, то вообще здорово, но сейчас гораздо важнее это то, что через неделю у нас Краснодар. Краснодар, который только что снял скальп с Динамо, команда обученная, команда очень тактическая, команда, которая мало позволяет соперникам, но при этом много создает сама, нам с Краснодаром будет играть очень тяжело. Краснодар, команда крайне неприятная именно для сегодняшнего локомотива, но посмотрим, честно говоря, как будто бы серьезных соперников, вот страшных соперников, соперников, с которыми локомотив играть не может, для этого локомотива просто не существует. Они бегут, они кайфуют, они играют в футбол, забивают, обороняются, и в этом локомотиве нету однозначно там сильных мест, однозначно слабых мест. Да, Батраков в этой конкретной игре сделал там 1 плюс 1, но с ЦСКА на первых ролях был не Алексей Батраков, и мы выиграли. И когда у одних что-то не пойдет, всегда там выйдет Сулейманов, который за 30 минут делает 20 единоборств, выйдет Сорвелли, который где надо тоже там какую-нибудь голевую передачу или гол забьет. Это очень здорово. Это показывает силу команды, и против таких команд очень тяжело вообще что-либо придумывать, и очень тяжело против таких команд играть. Я говорю о том, что локомотиву против Краснодара будет тяжело, и Краснодар неудобный для нас соперник. Но я уверяю, что и Краснодару против нас будет тяжелее, чем с Динамо или там с кем они еще играли. Просто потому что ты не знаешь, чего ожидать от локомотива. Вот чего. Локомотив так как с Ростовом не играл еще ни разу в этом сезоне с постоянными забросами за спину игрокам. Да, до этого мы как-то старались выходить через центр, через разрезающие какие-то передачи, а здесь нет. Побежали по флангам, закинули за спину и попытались разорвать. Собственно, и разорвали. Первое место. Локомотив спустя много-много лет вернулся на первую строчку Российской премьер-лиги. Мы видим то, что у каждой команды Российской премьер-лиги есть огромные проблемы. Да, сейчас, наверное, будут хвалить Спартак, команда, которая 0-0 сыграла на выезде с Зенитом, и почему-то спартаковцы считают, что это очень-очень круто. Но на самом деле, да, Спартак неплохо выглядит, но и у них будут проблемы, у них тоже есть болевые точки. И недавняя игра с Ахматом, по-моему, показала все эти точки, что Ахмат мог побеждать в той игре, но не забивал голы. А Ахмат, ну, да, они там 3-3 сыграли, с Химками классный матч был, но, тем не менее, команда сами видели. Ну, мягко говоря, не самая сильная. Но она разрывала Спартак и практически ничего не позволила сделать у своих ворот. Так что есть проблема нам играть со Спартаком через месяц. Поговорим еще о нем отдельно. И через месяц, скорее всего, будет и другой Локомотив, и другой Спартак. Но прямо здесь сейчас, мне кажется, что Локомотив сильнейшая команда лиги, но, собственно, поэтому она и на первом месте. Отдельно, да, хочется, как обычно, рубрика комментариев из интернета. Снова в очередной раз плачут по тому, что у Локомотива ужасная оборона. Нам нужен срочно 2 миллиона центральных защитников, чтобы прекратили забивать в наши ворота голы. Это, конечно, полный бред. Опять же, смотрим таблицу XG. Видим то, что Ростов создал 0-6 XG. Опять меньше 1 XG позволяем создавать сопернику. Но в этот раз пропустили 2 гола. До этого 3 матча подряд не пропустили. Пропустили 2 гола. Ну, окей. Прекрасный удар слету от Роналду. Я уже сказал, да, что ошибки 3-х человек привели к тому, что хотя бы один из них бы не ошибся, гола бы не было. Но 3 человека коллективно ошиблись, и мы получили этот голешник. И гол с острого угла на 96-й минуте при счете 3-1 после небольшого рикошета от Сельянова между блок Лантратову. Ну, окей. Честно говоря, я согласен пропускать на 96-й минуте при счете 3-1. В общем-то, не так это и страшно. Тем более, что, ну, Лантратов, мы знаем, что это стабильный вратарь, что это сильный вратарь. И если вот это была его слабейшая игра в сезоне, то и прекрасно. Пускай она придется на вот такой вот матч, в котором мы и так все равно выиграли. Помните, мы 3-1 играли в прошлом сезоне, но эти 3-1 заканчивались 3-2 и 3-3 с крыльями советов из ЦСКА. Здесь это закончилось на 3-2 на 96-й минуте. Окей, хорошо, ничего против не имею. И был еще один момент, где Лантратов классно потащил. Был удар практически в упор с небольшого расстояния. Там Нимси как раз немножко ошибся, не дотянулся до мяча головой. И практически в упор били Лантратова, тот потащил этот мяч. Так что и совсем сказать, что и плохой матч для Лантратова тоже не могу. Где надо, спас. В тот момент, где было прям вот сильно необходимо спасти, он спас. Ну а на 96-й минуте, ну ошибся и ошибся. Да и черт бы с ним. То, что я хочу сказать, это то, что Локомотив на данный момент обладает топ-2 обороной в лиге. Лучше Спартак. Действительно, Спартак классно обороняется. Практически не пропускает. Но даже Зенит допускает у своих ворот больше, чем Локомотив. И окей. Опять же, ничего против не имею того, чтобы у Локомотива была вторая оборона в лиге. Вот это вот постоянное, господи, нам нужны защитники, господи, как же мы пропускаем. Ну, не знаю, для меня выглядит довольно странно. Опять же, учитывая то, что Локомотив на самом деле в первых 7 турах у нас, вот до перерыва 7 туров остался только Краснодар. Но мы сыграли с четырьмя топ-соперниками. Это Динамо, ЦСКА, Ростов и Краснодар. Сыграем еще с Краснодаром. Дальше у нас будет 8 матчей, в которых останется только Спартак и Зенит. Шесть соперников будут более низкого уровня, с которыми Локомотив, по идее, должен справляться еще, не еще проще, но, как бы, по идее, должно быть попроще, чем все-таки с Ростовом, Динамо, ЦСКА и Краснодаром. Второй момент это, в принципе, да, то, что Локомотив, сейчас заходишь, опять же, в комментарии, и как же Локомотиву нужны трансферы, Локомотиву нужны трансферы, Локомотиву нужны трансферы. А я, честно говоря, уже начинаю немного опасаться этого, потому что разбить трансфером, неловким трансфером, какую-то вот хрупкую конструкцию, которую мы нашли в этом сезоне, ну, будет очень легко. Не попасть в трансфер, кто-то там захандрит, ты должен, там, потратил 5 миллионов евро, ты должен выпускать этого игрока, другие игроки начинают не понимать, я же играл, мы побеждали, а тут ты выпускаешь не пойми кого купленного. И разрушить этот баланс гораздо проще, чем его найти, поймать и построить. И, возможно, действительно, я уверен, что кого-то купят, я уверен, что купят центрального защитника как минимум, потому что, да, мы сейчас висим на волоске, и потеря Морозовой линии МС, она уже однозначно скажется на качестве нашей обороны. Так что центрального защитника, вероятно, купят. Но я уже начинаю опасаться, я уже прям сильно нервничаю от того, что все может посыпаться просто из-за одной неловкой покупки, которая, кажется, не нужна. Потому что, да, мы обыграем Ростов, мы даже Пеняева уже в бой не бросаем, у нас там на скамейке еще Салтыков сидит. Как будто бы, как будто бы и так неплохо. Все, все, что я хотел сказать. Через три дня у нас химки, нет времени на расслабление, нет времени на то, чтобы праздновать этот выход на первое место, нужно готовиться. И еще через три дня после этого Краснодар. Важнейшая игра, но так получилось, то, что даже если мы потеряем очки с Краснодаром, даже если, не дай бог, проиграем, то, честно говоря, вообще ничего страшного. Мы все равно идем по графику больше, чем два очка за игру, и это будет, ну, очень тяжелый отрезок. После этого восемь матчей первого круга, там все, ну, сильно проще. Если мы там еще как минимум шесть побед одержим, то, честно говоря, можно будет уже гораздо громче говорить о своих притязаниях на самые высокие места в этом сезоне. Пока просто ставим себе ачивку «вышли на первое место». Многие этого перед сезоном не ждали и сейчас очень удивлены. Надеюсь, что удивлены приятно. Я тоже не могу сказать, что был уверен в том, что локомотив на первом месте окажется, но всегда, всегда мне казалось то, что локомотив может это сделать. Слава богу, что все сходится и что боженька за все наши страдания в прошлых годах подарил нам Алексея Батракова. На этом все. Пока.